Приветствую соотечественников из 15 социалистических республик Советского Союза. Меня зовут Алена Стрябчева. Я являюсь модератором сообщества «Мы из СССР» на Google+. На нашем официальном канале на YouTube буду вести рубрику и знакомить всех с творчеством замечательных советских писателей и поэтов. Софья Могилевская. Сказка о громком барабане. Барабан висел на стене между окнами, как раз напротив кровати, где спал мальчик. Это был старый военный барабан, сильно потертый с боков, но еще крепкий. Кожа на нем была туго натянута, а палочек не было. И барабан всегда молчал. Никто не слыхал его голоса. Однажды вечером, когда мальчик лег спать, в комнату вошли бабушка и дедушка. В руках они несли круглый сверток в коричневой бумаге. «Спит!» — сказала бабушка. «Ну, куда нам это повесить?» — сказал дедушка, показывая на сверток. «Над кроваткой! Над его кроваткой!» — зашептала бабушка. Но дедушка посмотрел на старый военный барабан и сказал. «Нет, мы повесим его под барабаном нашего ларика. Это хорошее место!» Они развернули сверток. И что же? В нем оказался новый желтый барабанчик с двумя деревянными палочками. Дедушка повесил его под большим барабаном. Они полюбовались им, а потом ушли из комнаты. И тут мальчик открыл глаза. Он открыл глаза и засмеялся, потому что вовсе не спал, а притворялся. Он спрыгнул с кровати, босиком побежал туда, где висел новый желтый барабанчик, придвинул стул поближе к стене, скарабкался на него и взял в руки барабанные палочки. Сначала он тихонько ударил по барабанчику лишь одной палочкой. И барабанчик весело откликнулся. «Трам-там!» Тогда он ударил и второй палочкой. Барабанчик ответил еще веселее. «Трам-там-там!» Что за славный был барабан! И вдруг мальчик поднял глаза на большой военный барабан. Раньше, когда у него не было этих крепких деревянных палочек, он даже со стула не мог дотронуться до большого барабана. А теперь... Мальчик встал на цыпочки, потянулся вверх и крепко ударил палочкой по большому барабану. И барабан прогудел ему в ответ тихо и печально. Это было очень-очень давно. Тогда бабушка была еще маленькой девочкой с толстыми косичками. И был у бабушки брат. Его звали Ларик. Это был веселый, красивый и смелый мальчик. Он лучше всех играл в городки. Быстрее всех бегал на коньках. И учился он тоже лучше всех. Ранней весной рабочие того города, где жил Ларик, стали собирать отряд, чтобы идти бороться за советскую власть. Ларику было тогда 13 лет. Он пошел к командиру отряда и сказал ему, «Запишите меня в отряд. Я тоже пойду драться с белыми». «А сколько тебе лет?» — спросил командир. «Пятнадцать», — не моргнув, ответил Ларик. «Будь-то», — спросил командир. И снова повторил. «Будь-то». «Да», — сказал Ларик. Но командир покачал головой. «Нет, нельзя. Ты слишком молод». И Ларик должен был уйти ни с чем. И вдруг возле окна, на стуле, он увидел новый военный барабан. Барабан был красивый, с блестящим медным ободком и туго натянутой кожей. Две деревянные палочки лежали рядом. Ларик остановился, посмотрел на барабан и сказал, «Я могу играть на барабане». «Неужели?» — обрадовался командир. «А попробуй-ка». Ларик перекинул барабанные ремни через плечо, взял в руки палочки и ударил одной из них по тугому верху. Палочка отскочила, будь-то пружинная. И барабан ответил веселым боском. «Бум!» Ларик ударил другой палочкой. «Бум!» — снова ответил барабан. И уж тогда Ларик стал барабанить двумя палочками. «Ух, как они заплясали у него в руках!» «Они просто не знали удержу!» «Они просто не могли остановиться!» «Они отбивали такую дробь, что хотелось встать, выпрямиться и шагать вперед!» «Раз-два! Раз-два! Раз-два!» И Ларик остался в отряде. На следующее утро отряд уезжал из города. Когда поезд тронулся, из открытых дверей теплушки раздалась веселая песенка Ларика. «Бам-барабам-бам! Бам-бам-бам! Впереди всех барабан! Командир и барабанщик!» Ларик и барабан сразу стали товарищами. По утрам они просыпались раньше всех. «Здорово, приятель!» — говорил Ларик своему барабану и легонько шлепал его ладонью. «Здорово!» — гудел в ответ барабан. И они принимались за работу. В отряде не было даже горна. Ларик с барабаном были единственными музыкантами. По утрам они играли по будку. «Бам-барабам! Бам-бам-бам! С добрым утром! Бам-барабам!» Это была славная утренняя песня. Когда отряд шел походным маршем, у них была припасена другая песня. Руки Ларика никогда не уставали, и голос барабана не умолкал всю дорогу. Бойцам было легче шагать по топким осенним дорогам. Подпевая своему барабану, они шли от привала к привалу. От привала к привалу. И вечером на привалах барабану тоже находилась работа. Только ему одному, конечно, справиться было трудно. Он только начинал. «Эх! Бам-барабам! Бам-барабан! Веселей всех барабан!» Сразу же подхватывали деревянные ложки. «И мы тоже ловко бьем! Бим-бири-бом! Бим-бири-бом!» Потом вступали четыре гребешка. «Не отстаем мы от вас! Бимс-бамс! Бимс-бамс!» И уже последние начинали губные гармошки. Вот это было веселье! Такой замечательный оркестр можно было слушать хоть всю ночь. Но была у барабана и Ларика еще одна песня. И эта песня была самая громкая и самая нужная. Где бы ни были бойцы, они сразу узнавали голос своего барабана из тысячи других барабанных голосов. Да, если нужно было, Ларик умел бить тревогу. Прошла зима. Снова наступила весна. Ларик ушел уже пятнадцатый год. Красногвардейский отряд снова вернулся в тот город, где вырос Ларик. Красногвардейцы шли разведчиками впереди большой сильной армии. И враг убегал, прячась, скрываясь, нанося удары из-за угла. Отряд подошел к городу поздно вечером. Было темно, и командир приказал оставаться на ночлег возле леса, недалеко от полотна железной дороги. «Целый год я не видел отца, матери и младшей сестренки», — сказал Ларик командиру. «Я даже не знаю, живы ли они. Можно их навестить. Они живут за тем леском». «Что ж, иди», — сказал командир. И Ларик пошел. Он шел и чуть слышно насвистывал. Под ногами в мелких весенних лужицах булькала вода. Было светло от луны. За спиной у Ларика висел его боевой товарищ — военный барабан. «Узнают ли его дома?» «Нет. Младшая сестренка, конечно, не узнает. Он нащупал в кармане два розовых пряника. Этот гостиниц он давно припас для нее. Он подошел к кушке. Как здесь хорошо!» Лес стоял тихий-тихий, весь посеребренный лунным светом. Ларик остановился. От высокой ели падала тень. Ларик стоял укрытый этой черной тенью. Вдруг тихо щелкнула сухая ветка. Одна справа, другая слева, за спиной. На опушку вышли люди. Их было много. Они шли длинной цепью. Винтовки наперевес. Двое остановились почти рядом с Лариком. На плечах белогвардейские погоны. Один офицер сказал другому очень тихо. Часть солдат идет со стороны леса. Другая — вдоль железнодорожной линии. Остальные заходят с тыла. — Мы замкнем их в кольцо и уничтожим, — сказал второй. И, крадучись, они прошли мимо. Это были враги. Ларик глубоко вздохнул. Он стоял в тени. Его не заметили. Ларик потер ладонью горячий лоб. Все понятно. Значит, часть солдат идет из леса. Другие заходят с тыла. Часть вдоль полотна железнодороги. Белые хотят замкнуть их отряд в кольцо и уничтожить. Нужно бежать туда, к своим, красным. Нужно предупредить как можно скорее. Но разве он успеет? Они могут опередить его. Они могут поймать его по дороге. И Ларик повернул к себе свой боевой барабан, вынул из-за ремня деревянные палочки и, широко взмахнув руками, ударил по барабану. Тревога! Это прозвучало как выстрел, как тысяча коротких ружейных залпов. Тревога! Весь лес откликнулся, загудел, забарабанил громким эхом, будто возле каждого дерева стоял маленький смелый барабанщик и бил в боевой барабан. Ларик стоял под елью и видел, как к нему со всех сторон устремились враги. Но он не сдвинулся с места. Он только колотил, колотил, колотил в барабан. Это была их последняя песня. Песня боевой тревоги. И только когда что-то ударило Ларика в висок, он упал. Барабанные палочки сами выпали у него из рук. Ларик уже не мог видеть, как навстречу врагу с винтовками наперевес устремились красные бойцы. И как побежденный враг бежал и со стороны леса, и со стороны города, и оттуда, где блестели тонкие линии железнодорожного полотна. Утром в лесу снова стало тихо. Деревья, стряхивая капли влаги, поднимали к солнцу прозрачные верхушки. И только у старой ели широкие ветви лежали совсем на земле. Бойцы принесли Ларика домой. Глаза его были закрыты. Барабан был с ним. Только палочки остались в лесу, там, где они выпали у Ларика из рук. И барабан повесили на стену. Он прогудел в последний раз. Громко и печально. Будь то прощаясь со своим славным боевым товарищем. Вот что рассказал мальчику старый боевой барабан. Мальчик тихонько слез со стула и на цыпочках вернулся в постель. Он долго лежал с открытыми глазами, и ему казалось, будь то он идет по широкой красивой улице и крепко колотит в свой новый желтый барабанчик. Голосы барабанчика громкие, смелые, и они вместе поют любимую песенку Ларика. Бам-барабам, бам-барабам, впереди всех барабан, командир и барабанщик.